МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот июньский день в родную Альма-Матер выпускники Ирисма и ДГТУ приходят с внуками, с детьми, целыми семьями. И пусть многое изменилось на площади и в аудиториях, но дух студенчества и молодости остались прежними. Свяжи в памяти учебные пары, сессии, настоящая крепкая дружба, беззаботные студенческие встречи. Мы ехали на Либердон, тогда еще ходил кораблик на левый берег, и Дона нас перевозил, и мы там загорали. Надо сказать, что мы вели себя очень вольно, потому что хорошо учились, мы хулиганили, мы сверхмодно одевались. Самое напоминающее – это колхоз. Сейчас колхоза нет, жалко. Пусть колхозов больше нет, но те самые поездки вписаны в летопись ДГТУ. Здесь, в Центре истории университета, вчерашние студенты в воспоминаниях переносятся в годы студенческой юности. Эти фотографии, чертежи и зачетные книжки – теперь их история. Хорошо помню коммунистический строительный отряд, недавно вспоминала как раз. Хорошо помню отдых в нашей замечательной «Радуге». Ну и годы учебы. Это, наверное, лучшее, что было в жизни. Каждый день был интересен. Находясь в институте, я чувствовал себя инженером каждый день. Видите, какие аудитории мы уже строили. Они уже совершенно по-другому выглядят. По-другому выглядят учебные аудитории. По-другому называется и факультет сельскохозяйственной машины. Ровесник ДГТУ носит теперь имя «Агропромышленный». Выпускники 1979 года спустя десятилетия не потеряли студенческого задора. Обещают Бессариону Чеховичу, тоже выпускнику этого факультета, снова собраться вместе, уже на юбилее вуза. Отпраздновать 90-летие ДГТУ обещают и эти студенты. А сегодня они отмечают свою круглую дату – 50 лет со дня выпуска. Спасибо своим учителям, говорят и выпускники строительного института. Собираются вместе каждый год, хранят традиции и, как всегда, живо вспоминают студенческие годы. Эмоции перехлёстывают. Увидела своих однокурсников, одногруппников, с теми, с кем жила в общежитии – замечательно. «Я всегда старался вернуться когда-нибудь сюда. Был три года назад здесь, и я очень рад. Тёплые чувства. Без РИСИ я не был бы то, что я сейчас». Встреча выпускников разных поколений учебных заведений, вошедших в состав ДГТУ, в таком масштабе проводится впервые. И, кажется, зарождается новая добрая традиция в опорном вузе. Все выпускники – гордость университета. В честь них, успешных, знаменитых, квалифицированных профессионалов, появится скульптурная композиция «Выпускники». Но позже, в следующем году. Наши выпускники возглавляют заводы. Наши выпускники сегодня депутаты Государственной Думы. Я так думаю, что всё то, что сегодня происходит на территории университета, – это гордо для большой семьи ДГТУ. Связь с окончанием института не завершается. Она укрепляется, и с годами должна быть всё крепче и крепче. Всем здоровья, всем удачи! В следующем году Донской государственный технический университет отметит своё 90-летие. В этот праздничный день альмаматор вновь распахнёт двери перед своими выпускниками. И вновь каждый, кто переступит порог родного вуза, почувствует себя как дома, вспомнит свои студенческие годы, крепко обнимет преподавателей и скажет «Спасибо, дорогая альмаматор! Спасибо ДГТУ!» Я хотел бы пожелать всему профессорско-преподавательскому составу, чтобы всё получалось. Всем тем, кто в нас вложил и душу, и знания, и вот это главное чувство ответственности. И очень приятно быть сегодня здесь. Огромное спасибо университету за то, что пригласили, за то, что создают, за то, что вкладывают усилия в такие мероприятия. Наш бывший рис, он безусловно демонстрирует колоссальную реакцию на вызовы. Какие требования предъявлялись к этому институту 50 лет назад, и сегодня это разные вещи. Но главное, что наш университет эти вызовы принимает. Практически все выпускники ДГТУ занимают какие-либо ключевые посты практически во всех отраслях нашего региона и страны. И я надеюсь, что наши преемники, выпускники следующих лет, сделают больше и пойдут дальше. С праздником! Нагоды летят, наши годы как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. Встретились с выпускниками вуза Альбина Кислица, Алина Стоценко, Яков Кардо, Никита Кардо. ДГТУ-ТВ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...